Друзья, доброго времени суток Ну что ж, мой отпуск закончился Я отсидел во Врослове 10 дней Погулял, отдохнул, выспался Все как надо Ну это было даже, я вам скажу, слишком много для меня Немножко недоволен я этим отпуском Ну да ладно В общем, мы вчера вечером Я, шеф и еще один водитель Выехали во Францию Становились под Парижем На парковочке магазина Интермарше Вот такая прекрасная локация на фоне Вообще чисто случайно нашли И ждем, пока приедут водители Привезут нам наши машинки Я меняюсь первый В этот раз я буду ездить не на Твинкабе На фирме есть одна машина с курником Тоже Вольцваген, но с курником За нее доплачивают плюс 10 злотых За неудобства, что надо лазить, я так понимаю В принципе тоже неплохо Под конец каденции мне тут осталось работать 4 недели неполных А еще такая маленькая неприятность Пока ехали ночью Проезжали в Германию Ну останавливались там На перекусы, на перекуры И я куртку свою оставил у шефа дома в чемодане И вот взял только мастерку Спортивного костюма Ну короче, я промерз и походу простыл Ну да ладно, не беда Переживем Вот, кстати по билету С той компанией Ренеер Я пока еще ничего не решил Бабки они мне еще не вернули Но я купил новый билет Через компанию Визеер Через приложение Очень удобно Все на русском языке Не то, что в Ренеере Купил билет Но единственное, что это не прямой рейс Он не будет прямо в Одессу А рейс с прошлого В Аэропорт Жуляны, Киев Но еще я вычитал Вроде бы как возобновили Рейсы внутренние То есть С аэропорта Жуляны Я возможно Смогу полететь В аэропорт Одессы Стоимость билета Там будет 600 гривен И по времени Получается я буду вылетать 25 числа в 6 утра Где-то в 8 часов Я прилетаю в Киев И самолет с Киева в Одессу Вроде бы как в 9-15 утра Ну в принципе я там успеваю Кругом бегом Вся дорога должна занять 2 часа 2,5 часа времени А если бы я ехал автобусом Это было бы 35 часов времени По стоимости это Ну на 6 злотых Билет на самолет Дороже выходит Чем на автобус Это так Если кому надо Кто собирается Знайте просто Может вам будет это полезным Ну в общем Сейчас ждем свои машинки Меняемся Перекидываем вещи И погнали работать Еще за место Где мы находимся Я вот сейчас Вот снизу напишу координаты Вот этого озера И название города Кто будет здесь рядом Обязательно прогуляйтесь Подумайте над чем-то Ну очень Реально очень красиво Очень спокойно Здесь утки плавают Тут даже где-то бобер есть Я высчитал И лебеди вон Там вдалеке Сейчас покажу вам Вон там вот два лебедя Вон видите Вон один И где-то там его подружайка Или друг Не знаю И вот уточки плавают Вот утка Вон утка Ну и где-то здесь Шифруется бобер Красивое место Там находится Интермарше За этими кустами А там через дорогу Лидл Красиво Спокойно Ромашки всякие Растут Вот Вот вам Минутка Нашельного географика Кто не знал Лебеди живут парами Они выбирают себе пару На всю жизнь И если лебедь Либо там это Лебедиха Погибает Ну либо что-то с ней Плохое смущается То Партнер Тоже погибает Потом Со временем Вот настолько сильно Они привязываются Друг к другу Представляете Да Нам людям Есть чему У них поучиться По большому То счету Что-то меня Раскозярило Тут На нежности Всякие Ну иногда Можно Природа Красиво Тишина Тоже вот гуляю Думаю Обо всем О своих планах На дальнейшее Да я знаю Вы меня спросите Будете мне писать Комментарии Когда снова в рейс Я сначала приеду домой Побуду дома Познакомлю вас С моим другом О котором вы мне Так много В личку Пишите Спрашивайте Ну а потом Вернусь обратно Это где-то будет Месяц Полтора Будет делаться Моя воевудская Виза На год Поэтому нас ждет Нас ждет еще Очень много Видосов Очень много Контента И возможно Новые фирмы Ладненько Ребят Ждем машинки А пока я тут Погуляю Еще немножко Подумаю Как-то так Ну что ж друзья Всем доброго Времени суток Получил я свою машинку Уже вчера Не стал ничего снимать Потому что Мне было Очень плохо Под вечер Температура была Нос заложила Ну вы можете Слушать и сейчас Но еле говорю Очень плохо спал И уже есть у меня Первая загрузочка 61 километр До лета И поедем Мы с вами В Португалию Это меня радует Уже Там тепленько Там хорошо Мой коллега Стоит рядом Мы получали машины Одновременно Так получилось Вот машина Моего коллеги Ну такая же Как и у меня была И сейчас вам Покажу свою А вот моя машинка Как можете видеть Это не твинкап Это курнык Ну посмотрим Ну что ж Просыпаемся Запиваем кофе И едем Едем В Португалию К солнцу К пальмам У меня же настроение Поднялось Ну что ж Друзья Едем Тули Вам еще надо Найти Заправочку Заправиться И все Погнали Наши Городских Друзья Я только что Ходил Смотрел На место Загрузки Потому что Там встать Негде Вообще Грузиться Оказывается Будут Две машины Это квартирный Переезд Вот Там очень много Весей Чтобы не было Перегруза Специально Вызвали Две машины Я уже Посмотрел Куда ехать Там около Двух тысяч Километров В Португалию Разгрузка Вроде бы Как на субботу Либо на понедельник Там уже Определяются Пока что Вот Я Оставил машину За 250 метров До загрузки Потому что Там просто Негде встать Ну вообще Негде Там еще Ремонтные работы И все такое Сейчас Загрузится Александр Водитель Я ему Скину Местоположение Где я стою Он встанет Сюда И я поеду Догружу Остальный груз И все И мы Стартанем Как то так Работаем Друзья Мы Работаем Мы загрузились Въехать Нам 1982 Километра Но для начала Нам нужна Заправочка Так что Ищем Самую Дешевую Заправку И Огонь Полетели Друзья Я заправился Логист Спрашивает Есть ли Еще Место Чтобы Догрузить Небольшую Коробочку 60 на 40 Но Там все так Упаковано Что Ну там все Хрупкое Мне некуда Это засунуть Все самое Хрупкое Все у меня Поэтому Едем Едем Как есть Субтитры ну что друзья проделали мы уже 346 километров нашел вот заправочку shell здесь бесплатный душ бесплатный туалет вон парни подъехали коллеги вот еще один спрятался в кустах такое красивое место выхожу так вот прогуляться потому что нос забивается не могу дышать еду не могу дышать это капец какой-то есть там какие-то таблетки я выпил еще вчера перед сном а сейчас пить не хочу потому что мало ли сон поклонит а мне еще ехать и ехать я хочу сегодня уже заехать в испанию и там себе нормально спокойно отдохнуть на паркинге гляньте какое место классно да здесь успеть поесть приготовиться и что-то круто круто но лучше там где мои любимые пальмы это мне поднимает настроение очень сейчас чуть погуляем отдохнем сделаем себе кофеечек со сливками сидим булочку шоколадную и тулим дальше позвоним парида узнаем что он там тема он занимается блин гляньте как классно такая полянка огонь вообще этот позвоним ему узнаем чем он там занимается где он катается и будем едем тулим дальше хреновенько мне реально что хреновенько мне не хорошо кто знает сколько простудой вообще обычные болеют напишите там комментариях на глаз там хотя бы от трех до пяти дней для себя чихнул мне не чихнул нормально буду где-то ехать будет какой-то пост там где делают меряю температуру месяц как померяются и и будет вам контент ладно друзья едем ой едем идем пьем кофе едем дальше коллега уезжает ему повезло больше ему еще 150 километров ехать это поляк другой там в душе столапается третий спит четвертый уехал ходил тут стрелял сигареты поляк между прочим и уехал капец реально капец а садишься в машину все ног забивает что цементирует не 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 вдохнуть не выдохнуть а маску когда одеваешь я зашел в магазин надел маску думал все это будет мой последний поход магазин задохнуть нафиг кстати а я показывал вот это да курник очень неудобный очень непрактичный в общем мне не нравится такое все мистяк ну в принципе как и в этом как в твинкабе столик на люк вот этот наверху приходится лазить по столику это очень неудобно вот все сел в машину уже нос залаживает жесть фу ладно друзья встретимся уже в испании ехать мне еще тысячи тысячу шестьсот тридцать километров на связи в общем ну что ж друзья вот мы с вами уже в испании она бедная расплакалась от счастья что одессит к ней приехал сдержал обещание и приехал помните я говорил об этом видео один день с океаном что я вернусь сюда у меня уже есть задание от моего друга фарида он пообещал своей невесте я не что с каждой страны привезет ей по шоколадке а так как в испанию португалию в ближайшее время он вряд ли попадет поэтому у меня задание купить португалии одну шоколадку и в испании и во франции прекрасные виды вообще просто я так скучал за ними вы не поверите даже не смотря на то что я заболел у меня заложен нос у меня температура но я такой довольный что здесь нахожусь туда мы не пойдем мои пумы не поймут не простят сейчас делаем все копеек чуть-чуть отдохнем потому что я уже еду 7 часов без остановки и тулим дальше искать магазин чтоб купить яночке шоколадку отдыхаем друзья мои и детям тулим и 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 Я заехал по автобану и заехал в такой маленький городочек Тор де Сильяс называется. Вон есть кафешка на заднем плане, может там есть кофеек вкусный испанский, сейчас посмотрим. Если конечно не дорого. И вы гляньте какое красивое место. А? Бомба! Бомба-ракета! Вон сам город. И такая река с очень интересным течением. Оно получается здесь идёт по кругу и идёт нас туда дальше. Ну красота же, ё-моё! Ну что ж, друзья, пофоткались, поснимали видео. Фоточки можете посмотреть у меня в инстаграме, ссылка в описании. Ну и теперь пора пробовать испанский кофе. Ну что ж, за 1 евро я вам скажу, ребята, это обалденный кофе. Класс! Класс! Классная погода! Классный кофе! Прекрасный вид! Классная погода! Классная погода! Классная погода! С каким-то видом, да, скажите, но было бы вообще просто бомба-ракета. Вот оно, лето, приходит понемножку, понемножку приходит оно. Класс! Вот это вид, вот это я понимаю. Ладно, поехали, друзья. Поехали, ехать еще 700 километров. Погнали! Поехали! Друзья, всем доброго времени и суток. Ну что ж, я приехал вчера поздно, уже ночью. Не стал записывать, так ничего не видно. Вот стоит вторая машина, лего. С тем же грузом, что у меня. Разгрузка вроде бы на 2 часа дня. Не знаю, буду ориентироваться по нему. Так что сейчас отдыхаем, набираемся сил. Вот я сейчас закапываю нос, постараюсь еще раз поспать. И поедем разгружаться. Уже 2 часа дня. Едем разгружаться. Впереди едет мой коллега. Там места и так мало. Сейчас вообще даже не представляю, как это будет происходить. Погнали! Через 300 метров поверните направо. Как вы можете видеть, это очень узкие ломочки. Я вообще не представляю, как здесь, кто что будет выгружать. И как отсюда выезжать, вообще не понимаю. Короче, друзья, это реально квест. Сейчас будет очень интересно, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, так получилось, что моя машина шире, чем машина моего коллеги Морда шире, поэтому я не могу заехать туда, мне придется открывать машину здесь и разгружаться с улицы Как-то так Вот вам и переезды частные Но здесь уже никто не проедет Я никуда переставлять ничего не буду Переезжать я никуда не буду Так стал, так стал, все Алло, сейчас я вам покажу, что мы привезли Ну, у коллеги там буквально херня Там пару холодильников Стиральная машина и такое А что у меня, вы сейчас увидите Целая барахляндия Гляньте на этот капец Вся машина забита Хламом Я это так называю Это хлам И это будет разгружать очень долго Коллегу там быстро, раз-два и все У него там все габаритное, большое Да у меня все мелкое, хрупкое самое Ну, короче, такое А хозяева разгружают сами В общем, это будет весело Ждем Своей очереди Субтитры сделал DimaTorzok Все, друзья, мы разгрузились И уже получили следующую загрузочку В Испании 226 километров долета Сейчас быстренько доедем А, и у меня отличнейшее настроение За то, что я помог разгрузить всю ту кучу Мне дали чаюхи Сейчас, секунду Вот Это вторая моя чаюха вообще В Европе За помощь в разгрузке автомобиля Я готов еще так проехать 2000 километров Все, друзья, мы едем, тулим В отличном настроении Чувствую себя тоже получше сегодня уже Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, Яна, твои шоколадки португальские куплены Я еду на загрузку И опаздываю Поэтому, если меня там будут То ты понимаешь, что я твоего фарида потом Остались испанские и французские Взял две, не знаю, какие ты любишь Все Едем, тулим дальше, друзья мои Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, приехали на загрузочку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На Gabino barbecue Я субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, друзья, я загрузился И только что вбил Координаты в навигатор Въехать нам 2632 километра Погнали! Аж во Францию менять Ну как-то нагладно, видимо, получится Ну пришел К такому выводу А едем Еще осталось 1927 километров На удивление нормально Спать не хочется, погода прекрасная Виды отличные Что еще надо Если честно, я так не хочу уезжать Вы даже не представляете В принципе, ненадолго-то уеду Но все равно не хочется Нравится мне в Европе, нравится Но следующая моя виза будет годовая Будет Еще больше Интересных видосов Уже буду отдохнувший Удохновленный Присмотрел себе из техники кое-что Долго думал Либо экшн-камеру GoPro 9 Либо Sony X3000 И пришел к такому выводу Что хочу себе DJI Pocket 2 Называется Такой агрегат Это как бы Вот такая маленькая Продолговатая камера С трехосевым стабилизатором Крутая штука, в общем Ну и стоит она нормально Больше, что-то я смотрел 2400 злотых В полном комплекте А у меня дома в Украине 500 долларов Но вещь стоящая Вот хочу ее взять И вообще Давайте Проведем такое Небольшое голосование Если вам Интересно Чтобы я продолжал Дальше свой канал Давайте в комментариях Поставим палец вверх Если не интересно Ставим палец вниз Посмотрим Скольким людям Реально интересен Мой канал И мои видео И то, что я вам показываю В этих видео И рассказываю Ну и едем дальше Нам еще ехать 21 час Едем в Туле Друзья мои Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, друзья Доброго времени суток Проехал 600 километров Сказать, что Так сильно устал Нет, в принципе Не устал Хорошо себя чувствую Ну Помимо моего насморка Шикарно себя чувствую Вот днем нормально А вот под ночью Он бывает Накрывает Сейчас думаю Поймаю какую-нибудь заправку Остановлюсь Сделаю себе кофе Если там есть Какой-нибудь круассанчик Куплю Перекушу Легенько так перекушу Чтобы Не давило На желудок И Пузо, как говорится Вики Не натягивало Постою немножко И поеду дальше Я планирую Проехать За сегодня Ну Хотя бы Полторы тысячи километров Может даже И все две Но это вряд ли Это уже Что-то из области Фантастики Надо хотя бы Немножко поспать Ну что ж Ищем какую-нибудь Ближайшую заправочку И останавливаемся Я заехал на заправочку Вы слышите как птицы поют Тут целая птичья общага И конечно же Еще одна шоколадка Для невесты Фарида Уже на этот раз Испанская Я уже начал волноваться Что не куплю Потому что ехал Все было закрыто Но тут попалась Заправка Уже перед выездом С Испании Так что я Своё слово Сдержал Осталась еще Французская И так как я буду В Германии Может быть я встречусь С Фаридом И заодно Сразу передам ему Шоколадки Классно Придумал Ладно Пьем кофе Завтракаем И едем дальше Субтитры сделал DimaTorzok Ну что друзья Ехать нам осталось Еще тысячу километров Тысячу сто Заехал на заправочку Яна Тебе шоколадка На этот раз Французская Жди Я свою миссию Выполнил Сейчас сделаю себе кофе Чуть-чуть отдохну И хочу по максимуму Проехать сегодня По мере сил А сил у меня Немерено Первый раз вижу Кстати такую шоколадку Надеюсь Понравится Потом расскажешь мне Как она Вкусная Невкусная Делаем кофе И тулим дальше Бессмертный пони Ёптель Погнали Ну что ж Друзья Мы с вами в Германии Я в 20 минутах От места разгрузки На паркинге Наконец-то Я вам могу показать Что я ночую на паркинге А не где-то прячусь Ну все Идем отдыхать Завтра разгрузимся И посмотрим Что будет дальше Я это сделал 2632 км Фух На сегодня я с вами прощаюсь Подписывайтесь Ставьте лайки Это важно Вам не сложно Мне приятно И до встречи в новых видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok